всем привет сегодня хочу рассказать сколько стоит доехать до черного моря на машине ну начнем с чего мы ехали на лада гранта у нее небольшой расход достаточно плюс к тому же у нее было установлено гб ну официально гб естественно то есть и мы ехали на газу на газу потребуется примерно 4 заправки до полного бака это если ехать ну вот и до по расстоянию нас получилось 1730 километров где-то до геленджика на геленджик ездили вот потребовалось 4 бака бак стоит среднем ну около там 700 800 рублей то есть в одну сторону у нас ушло по именно газу около 3000 рублей это что касается оплаты за бензин были еще там проблемы с шиномонтажом то есть еще на шиномонтаже там на полторы тысячи угорели но это уже совсем другая история вот мне вот на ютюбе и на дзене постоянно писали что типа ты едешь по бесплатным плохим дорогам когда можно ехать там по платным и сберечь машину блин ребята как я вот могу сберечь машины если у меня одна дорога через плохую дорогу то есть единственная дорога была ну который мне проложил во всяком случае навигатор это через косимов шацк сасова маршанск и вот это вот где вот самые плохие дороги чтобы даже доехать до платки мне нужно ехать по плохим дорогам то есть ну поймите одно я бы с радостью да там нырнул на м4 но даем 4 мне 400 километров ехать поймите то есть из этих 400 километров опять же то есть от нижнего до владимира дорога будет вообще вся убитая пока я доеду до платной дороги мне нужно проехать там несколько сотен километров по убитой дороге вот чем дело не надо писать что я там жлоб и еду по бесплатным дорогам нет у меня до там ближайшей платной дороги хорошей для ближайшей платной дороги 400 километров и как бы я не ехал я ну не могу попасть на проточнее проехать по хорошим дорогам мне возможно там где-нибудь через пензу можно было проехать до базару нет но опять же что проехать через пензу мне нужно под нижним потратить два часа жизни на 30 градусной жаре в пробке на мосту то есть она там вообще всегда намертво стоит и единственный вариант это ехать там ночью чтобы без пробки проехать и опять же этот мост он там три километра там яма почти по колено ну я не знаю я не могу проехать поймите не могу проехать до платки по нормальным дорогам у нас ну просто нету вообще в области опять же под дар замасом строится м12 это новая платная дорога москва казани опять же до м12 нужно грузовикам возить песок щебень асфальт и вот эти вот сорокатонные грузовики ездящие с перегрузом раз просто вообще разнесли все дороги в заманском районе то есть не в пензу ехать через за разомаса где гарантия что я там не оставлю всю подвеску под разомаса то есть ну какая разница где мне оставить подвеску будь это рязанская область там тамбовская в этом в маршанске владимирской область там между владимиром и вязником у меня станут квадратными колесные диски поймите вот от нижнего доехать до нормальной платки это ну вообще в любом случае вы попадете на участок там километров 100 плохой дороги тут вообще без вариантов что касается цен на платные дороги если я поеду по m4 через из москвы если я поеду опять же по m12 свежепостроенный от м12 мне нужно заплатить 570 рублей чтобы доехать до москвы по платной дороге ну по скоростной хорошей новой дороге ладно окей она примерно там от владимира будет и от москвы м4 мне нужно заплатить три с половиной тысячи это ну справочной информации как бы тарифы меняются они могли подняться опуститься я вот посмотрел на сайте автодора то есть это 4000 мне нужно отдать чтобы доехать до краснодара от нижнего новгорода если я поеду по платным дорогам если я поеду не через москву например там через пензу липецк не суть важно то есть если я поеду там то мне примерно нужно будет отстегнуть две две с половиной тысячи за проезд по платным дорогам опять же чтобы доехать до платной дороги мне нужно проехать по плохим дорогам возможно в липецк если ехать через липецк возможно получится поехать по нормальным дорогам но это вообще не точно потому что я там не ездил я только опираюсь на комментарии людей которые ездили вот потому что сейчас я по карте посмотрю что у нас тут в липецке происходит где у нас тут липецк 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 вот шацк а шацк это как раз не то шилово ряжск липецк то есть это немножко другая дорога после косим его надо уходить будет в другую сторону но возможно там дороги получше хотя вот под косим вам опять же это рязанские дороги знаменитые их ремонтируют и гарантии что они ну хорошие их как бы тоже нету вообще вот то есть что у нас по факту по факту доехать по бесплатным дорогам на по газу стало в три тысячи если бы поехали по платкам из нижнего через владимир через москву это встала бы примерно там в 7000 в одну сторону если бы поехали по платкам через воронеж встала бы в 5000 мы же поехали по бесплатным дорогам и собственно это все обошлось там в 3000 рублей за все про все ну надеюсь я кому-то помог я надеюсь я объяснил почему мы выбрали бесплатные дороги и как бы всем станет понятно почему вот так вот спасибо за внимание друзья